школа баухауза просуществовала 14 лет за это время родился настоящее представление о том что такое дизайн чему надо учить что такое дизайн теория что такое теория композиция что такое теория цвета поменялось четыре директора с одной стороны а с другой стороны это 14 лет 14 лет когда унылые веймарцы ходили гри а чем они тут занимаются эти банда бездельников коммунистов что они тут творят за наши бабки ходили и нудили и пытались их закрыть конце концов закрыли и поэтому они перебрались до сау в другой город где гробес уже построил собственно здание это интерьеры его это ковер на стене туда же ту же систему вписывающейся цельность класс супер отлично это очень не ценится почему я начал с того что баухаус непонятно как бы в чем почему так с ним носятся как списанной торбой с одной стороны потому что это пример никогда до этого не виданной цельности произведения где все подчинено единству формы единству там цвета единству приема это экспериментальный дом который они еще веймаре построили куб квадратный план у него был встроенная мебель они же еще и пытались как-то что опять же не получалось решать социальные задачи в германии великая депрессия даться обнищала эти самые марки миллиарды уже деноминация никак не произойдет они уже миллиардами за сосиски расплачиваются они строят экспериментальный дом который имеет систему всю функцию включенную включая даже разработанную авторами разработчиками игрушки в детской комнате сюда же они сдают полностью укомплектованный пакет и вы заходите помимо попадаете в квадратный мир не надо объяснять почему мир в котором вы сами становитесь немножко квадратным как печать баухауза вы ваши движения вы знаете в вас не было в детстве когда вот плиточкой вы так было чем не современная вещь сделано в двадцать третьем году просто дверная ручка сам директор сделал глаза для цветов громче сделать марсель брояр кстати был одним о вот это я хочу рассказать это шахматы вот представьте себе вот методом эмпатии вы учитесь баухаузе на третьем курсе то есть вам уже напильник лобзик в руки дают а не только дыхательная гимнастика и вам говорят задание шахматы ну вы знаете как выглядит конь вы знаете как выглядит ферзь вы знаете как выглядит пешка а вам говорят в баухаузе три года назад в очередной раз когда я возил своих студентов в мюнхен на практику мы с моим любимым студентом были я его повел лично его любимый студент помните историю о сундаке метасова да вот тот же повел его в дойче музеум а там на первом кроме самого прекрасного дойче музея музея науки и техники на первом этаже есть магазин как это музеем шоп и он в витрине видит шахматы баухауза я их куплю игру сережа подожди знаю сколько не стоит сколько они могут стоить это же несколько кубиков из дерева он вышел лицо у него было как у ферзя у нас только вошел в образ шахмат из баухауза ему просто озвучили цену 350 евро за что а парень кстати продается руку русскоговорящий русский это же шахматы баухауза узнаете с чем вышел догадайтесь что он сказал на выходе молодцы вас эмпатии все в порядке конечно а шо тут делать конце концов но весь же на все времена это же произведение искусства это же стильно вы понимаете что это стильно или нет а ручка вот это гроб это же современная нормальная современная мебель вам удобно браться за стальной параллепипед рукой браться за стальной параллепипед удобно ну парад моделируйте ну нормально ребра впиваются в подушечки пальцев в ладонь уключена квадратно куда вы она же гладенько идеально то есть если вы не с первого раза туда попадаете она соскальзывает на вот эти все вещи если она круглая будет ключ нормально соскользнет если углы он будет цепля я непонятная вещь объясняю как дизайнер работает моделируют ситуацию красиво ручка какая должна быть обтекаемой формы эргономической забегая на пятую лекцию как сделал ручку замечательный английский резайн раз ура в главгров взял кусок пластилина специальный такой макетный пластилин отжал ее в руке и получившаяся из нее сделал отливку идеальная эргономическая форма вы автоматически взявшись за нее ваши пальцы лягут куда надо когда вы беретесь за этого эту пешку у обычной старой пешки у нее же форма такая что заголовку возьмешься удобно переставил как ты за кубик возьмешься вот только подпихивать надо а представьте себе вы взяли поиграть шахматы в постель и рассыпали фигуры но красиво ребята если вы думаете что я издеваюсь над баухаузом вспомните предыдущие две лекции это великий прекрасный мои любимые мужчины и женщины опять же я их очень люблю но просто нужно понимать насколько это был прорыв действительно не по факту не по готовым вещам а насколько это просто изменяло мозг сейчас крупнее просто вещь и такие же деревянные игрушки у них были для детей но классная штука ну чего вы ржете ну в конце концов да да она удерживается колеса не позволяет ей прокидываться эти ролики находятся постоянно в закрепленном состоянии поэтому она когда качается она ну гуляет внутри обода колеса все нормально все логично конечно можно было эту форму сделать более другой но тогда рисунок был бы не по этому треугольник вписанный в круг даже так лаконично так fundamental скать сегодняшняя лекция тебе во многом посвященных никакие это не было запущено в производство это был выставочный экспонат конечном итоге вся вот эти ваши серёжа вопросы допекли нормальных веймерцев и ним сказали ребята валите отсюда и они уехали в досал где группе с двадцать пятом году строит по своему проекту здание школы дизайна то здание это было как бы куда их пустили а это здание он стоит специально под школу поскольку он был в первую очередь архитектор он строит эту школу где демонстрируют все принципы архитектуры и тут и вам ничего не расскажу потому что курс у нас как называется с пяти лекций история вещей а про архитектуру я расскажу через месяц и парк тюри баухауза я обязательно проедусь не переживайте но было это хорошо потому что опять же огромная стеклянная стена и пространство наполненные светом фурнитура продуманная до мелочи не всегда кстати качественно сделано ну не все они могли позволить себе соединяются отдельные корпуса обещал не рассказывать про титуру соединяются бедельные корпуса функционально таким образом что мастерские общежития для студентов помещения мастерских преподавателей и администрации разнесены и теряется даже представление от внутренняя наружная интерьер экстерьер здание как бы впускает внутрь себя часть пространства вокруг как их с газпромом у нас но не рассказывая об архитектуре детали вещь вывеска это было очень стиль шрифт разработать же тоже туда же как он работает с архитектуры как он не диссонирует со всем происходящим как он не лезет вперед и в то же время выполняет свою функцию как работают просто материал ничем не украшены ничем не задекорированы знаете говорят харьков серый город был 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 уже не серый к сожалению уже покрасили баухаус очень серый стиль иногда белый ну вот этого и вот этого вот так для того чтобы на серо-белой композиции заиграли нужные цветовые акценты а вот в интерьере все было совсем не сера эта лестница была применена теория цвета когда фактически в белом пространстве в белом интерьере в сером интерьере потому что свет же тоже на белом играет и разная степень освещенности оттенки серого фактически нужны несколько цветовых акцентов которые просто радикально меняют пространство они фактически построили свою школу не просто как школу как демонстрацию своих идей это 25 год это вроде как бы уныло